всем привет с вами Юлия и вы на канале парф полочка как давно мы с вами не виделись вы все моем телеграм-канале голосовали и те кто не голосовали за видео о нашей нишевой парфюмерии я расскажу вам сегодня об авторе с которым я познакомилась благодаря моему подписчику а к самому активному самому парф увлеченному который оставляет очень много обратной связи для меня владимир вам большой привет пусть через камеру я знаю что вы посмотрите и обязательно что-нибудь мне напишите я обращаюсь ко всем зрителям кто смотрит меня кто со мной давно и к новым моим зрителям я поэтесса и еще парфюмер я недавно в этой индустрии но я очень увлечена я постоянно что-то исследую и делюсь с вами такой своей просветительской работой я очень хочу чтобы мы вместе с вами что-то изучали может быть вы мне что-то расскажете я вам что-то расскажу чтобы было у нас такой взаимообмен энергетический возможно душа к душе сердце к сердцу в общем начинаем с вами тестировать ароматы прекрасного автора я ночуваевой я долго долго исследовал ее ароматы разнашивала смотрела как они себя поведут и могу вам сумела сказать что я вообще никогда не слышала об этом авторе и познакомил меня как раз мой парфюмерный друг уже ставший мне парфюмерным другом мы очень много общаемся на тему ароматов и я вам могу сказать что это один из чудесных наших инди парфюмеров она разрабатывает также различные одушки для предприятий я подписана также на ее канал я оставлю вам ниже ссылочку мне захотелось вам рассказать об этом парфюмере потому что я и сама познакомилась и хочу чтобы и вы знали когда я открыла посылочку у меня был прямой эфир владимир как раз мне все это дело подготовил все запечатал мы вместе вскрывали все это рассматривали и я первые свои ощущения от компонента что я вообще чувствую рассказывал но так как это были первые впечатления это недостаточно было для меня как для исследователя парфюмерного и для того чтобы ближе все это узнать вот попал на меня сначала аромат которыми сначала познакомилась это был аромат любовь шоколаде вот в таких вот отливантиках вот в таких пришли они вот это двушечка короче говоря познакомившись с этими ароматами самый первый был как раз любовь шоколаде и он меня отнес к пачули ему такому раю для меня 1889 мулен руш от я старта парфамс и я поняла что это прям моя моя история я очень люблю пачули но как оказалось что здесь помимо таких компонентов по моим ощущениям есть бергамот есть орхидея компоненты которые это делают с нами с нашими альфакторными ощущениями то есть по пирамиде здесь в базе ваниль и мускусы мускусов здесь достаточно аромат очень приятный но немножечко он оставляет после себя такую монотонную монотонную какую-то игру и то есть не на каждый день а именно вот какая-то романтика он мне понравился в нем есть особая красота и это аромат как раз у яны как для романтика для свиданий вот наверное посоветую вам мне понравился аромат так дальше аромат мисчувственность я ее никак не могу найти здесь есть такая книжечка я ее тоже уже и прочитала и посмотрела но я в основном основывалась на своих ощущениях не на том что было написано потому что мне как исследователю было интересно и мисчувственность наверное это вот она да я вам все это показываю я ночеваю мисчувственность 10 ливантика от владимира вот здесь сколько у нас ароматов раз два три четыре наверно девять да да ароматов и все они вот разные они есть для деловых встреч для романтика для свиданий на каждый день то есть у нее очень интересно не сгруппированы и если бы я раньше ну не познакомилась с этими ароматами я бы наверное много чего потеряла потому что я люблю вам рассказывать о нашей нише так как и сама с некоторых пор вхожа в инди парфюмерию и занимаюсь этим индия парфюмерии это independent независимые парфюмера большим почтением и уважением я отношусь к нашим парфюмерам и всегда стараюсь вам рассказать о тех людях с которыми я мне довелось познакомиться с которыми мне с работами которых мне довелось познакомиться поближе для меня это роскошь прикоснуться к чему-то такому в общем здесь есть аромат который меня прям очень зацепила это мисс чувственность которая раскрылась и альдегидностью для меня и воздушностью и зеленью и каким-то полевыми цветами то есть я пыталась разобрать на ноты но я когда поняла что мне это наслаждение больше принесет если я не буду сейчас разберу разбивать на ноты для меня он показался миндальным даже слегка цианидным но это не миндаль то есть это вот все в купе так сыграли ингредиенты что с моей альфакторной памятью они сыграли вот такую интересную вещь так как я была постоянно на связи с яной я ей рассказывал о своих эмоциях по компонентам она мне говорю да где действительно я правильно вычленила какой-либо компонент и мы здесь просто такую большую работу проделали алюлинг из здесь если кто-то знает достаточно простой аромат зеленский розын который вас встречает таким перченым перченым стартом восточно-древесное направление здесь есть и бергамот и нирали и иланг то есть он такой сложно сочиненный и лаванда где-то слышится но он более грузный такой аромат он более мужской здесь техасский кедр то есть это и амбратолит сюда входит его чувствуется кстати очень сильно и бальзам перуанский есть и амбра и мускусы все ну ладно слаженно прям хорошо играет но для меня все-таки это мужской мужской аромат вот с этой перченостью с этой такой бальзамичностью тягучий немножко камфортный эвкалиптовый я бы даже сказала соблазнительный женщины могут носить но больше для меня мужскую сторону ну что начнем с обзора ароматов яна чуваевой это наш парфюмер наша ниша инди парфюмер ее коллекция называется парфюмерный гардероб для работы бизнеса свидания романтики социум друзья общения и вечерние мероприятия что я могу вам рассказать о своих ощущениях все что я чувствовала ароматы ко мне пришли от владимира вот в таком формате да малюсички такие малюсички я чуть-чуть подвину чтобы не было удобно вам рассказывать постараюсь вам кратенько кратенько рассказать это цветочные бело цветочный даже аромат звонки чистый немножечко стерпиолом альфа с таким компонентом с мускусом мускусы белые цветы и вот такой вот весенняя чистота весенняя свежесть хорошо и чистенько звучит это аромат у нас крым которым я вам рассказывала да еще раз повторюсь потом парфюм фу мэн это с блогером я надела алексей блогер пифу мэн но здесь такой прям древесный аромат центральным аккордом здесь является пачули древесная витиверовая подложка немного камфорный немножко такой тягучий аромат для меня больше мужскую сторону так далее у нас аромат мисс успех так вот он здесь вот такая уже у меня остаточек да прям чуть-чуть осталось тоже чистый аромат он мягкий достаточно восточно цветочного направления гармоничный здесь апельсины здесь на старте зелень ощутимая такая ноты сердца здесь яблочко лаванда и я разнашивала этот аромат мне очень понравился но на первом месте для меня аромат несчувственность как я вам уже и говорила и здесь центральный аккорд это лаванда и древесные такие следы он мускусный здесь даже чувствуется шалфейность сначала я так и слышала его как шалфей и когда было тестирование я их вслепую просто тестировала когда вы владимир мне прислал эту посылочку отдельно ему благодарность за это знакомство чудесное здесь и зеленое яблоко вот он деликатный он действительно несуспех его можно и нужно надевать на какие-то встречи возможно переговоры он держит в тонусе оставляет нас он сглаживает какие-то такие переходы острые углы и для коммуницирования наверное это очень хороший вариант я могу сказать я с яной переписывалась тестировала этот аромат и вообще когда все это протестировала я она была со мной на связи и мне это очень понравилось что парфюмер вышел на связь когда я задавала вопросы которые меня интересовали и то есть это не какой-то там рекламный до проект или что-то то есть мой подписчик познакомил меня с парфюмером с которым я не была знакома да у нас большая география по россии нас много стало увлекающихся парфюмерий я знаю что многие из моих зрителей это люди очень грамотные в плане парфюмов у многих шикарной коллекции которые также могут поделиться рассказать мы обмениваемся мы обмениваемся и ароматами и впечатлениями со своими зрителями мне кажется что это такое такая связь вот когда объединяет людей дело и это очень дорогого стоит я обожаю вашу обратную связь прошу вас откликнитесь как вы чувствуете меня когда смотрите мои видео мне будет очень приятно услышать вас может быть какие-то интересные предложения по съемке расскажите мне что хотите увидеть в дальнейших видео и так тендернес букет нарциссов мускусы жасманаты гваякова дерева для меня это древесные материалы с амброй он слегка хлебный как будто немножечко амбреты напоминает вот это сочетание такой аккорд профума дифференции аромат как раз он назывался боже мой как же он назывался фьорди паны вот фьорди паны и здесь такая амбрета вот как там и мне нравится этот хлебный аромат потому что я обожаю запах хлеба те кто смотрит меня давно знают об этом что это одна из галочек моей коллекции он красивый он фужерный он древесный он цветочный он съедобный в нем вот я могу сказать что для меня он интересный был для разгадывания здесь ирональ здесь жасмин здесь есть слегка молекулярный такой акцент мускусный и сои супера граней много очень много граней есть какая-то ирисовая составляющая да тоже здесь есть такие компоненты которые за это отвечают вот аромат который так же как и мисс чувственность для меня оставил вот такой вот запал и сердечко моё покорил вот мисс успех он более смелый для меня он более смелый по настроению а вот мисс чувственность все таки это прям прям моя любовь большая вот больше всех он мне понравился так про люрин кист я вам говорила да что он больше мужскую сторону про тендерность я вам рассказала что это такие нарциссы да у нас далее мы с вами поедем поедем аромат happy modern woman такая наша отсылочка к киллиан apple бренди да это совершенно другой аромат но те кто любит вот эти яблочные такие немножко алкогольные ноты ну вот я думаю что это будет хорошо здесь есть следы миндаля для меня здесь есть на старте цитрусы сладкие ирис жасмин что еще тут он сам по себе мускусный подложка кедровая возможно атласский кедр и он очень нежный он фруктовый понравится очень многим очень многим понравится вот аромат из фруктовых тоже интересный но так как я фруктовое направление нашу по настроению и сказать что вот прям он запал 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 не могу но вот те кто ищет такой вот и грушевый и яблочный и немножко алкогольный такой момент то наверное подойдет ванила черри здесь действительно такая красивая красивая ваниль немножечко кондитерская да она кондитерская уходящая стружку миндаля с мускусами на такой мускусной подложке он немножко цианидный для меня вишня запрятана то есть здесь под слоем вот этого миндаля вот этой стружки это десерт прям для меня этот аромат гурманский это для меня парфюмерное открытие он мне очень понравился здесь эти и цветочность определенная то есть это не просто такая вот наглая гурманика который бьет себе в нос нет но это все таки такой прям реверанс в сторону италики от ксерджов наверное для меня и да это очень интересно вот в общем я вам могу сказать что для себя я выделила я выделила так как я люблю гурманику в том числе ванила черри для себя я выделила мисс чувственность и тендернес потому что это это вот какая-то история которую хочется разгадывать я каждый раз ошибаюсь и мне это нравится что я ошиблась переспросила так я это чувствую здесь точно вот это чувствую нет я чувствую здесь вот это и это круто ребята это прям очень классный бренд для меня наш русский нишевый вы знаете что я люблю нашу нишу я сама причастна к этому я считаю что это отдельный вид искусства и он сейчас как никогда становится необходимым нашим людям народу и я занимаюсь такой можно сказать просветительской деятельностью для вас чтобы знакомить знакомить и знакомить я сама знакомлюсь и решаю для себя что я должна просто обязана познакомить вас всех люблю ваша юля до новых встреч дорогие друзья и пока пока